Библиотека Лены. Эпиграф. Чтобы поймать смеющееся сердце Лоры, я подарил ей клетку, в которой жили мои письма. Танина Гуэрра. Распечатай каждое мое письмо на отдельном листе, положи в конверт и напиши свой адрес. Я же не знаю твоего адреса. А я подарю тебе клетку, в которой ты будешь держать их, чтобы они хоть как-то жили, а не пылились в темнотах мониторов и интернета. И да, мне потребуется довольно внушительная клетка. Ты можешь купить разноцветные конверты, и тогда у тебя будут письма с души и канарейки. Или такие, как попугайчики, неразлучники. Ты сможешь разложить их по смыслам и настроениям и присвоить каждому из них свой цвет. Если представить, что у тебя вся оставшаяся жизнь впереди, то у тебя будет много времени, чтобы провести четкую классификацию, каталогизацию твоего, моего богатства. А в конверты отдельного цвета запечатаешь мои стихи, адресованные тебе. Каждая из них достойна отдельного конверта. Пожалуй, для стихов придется подарить тебе еще одну клетку. Ты сможешь по утрам просовывать руку в маленькую дверцу клетки и вынимать оттуда наугад конверт и читать послания. Может, со временем это станет твоим ритуалом и даже гадательной системой. Так я смогу материализоваться в твоей жизни, не нарушая ее слаженный ход. И я смогу быть всегда с тобой на расстоянии вытянутой руки. Буквально. Ты сможешь ощутить хоть что-то, чтобы связать со мной. Белизну и плотность бумаги, на которой напечатаны письма. Цвет и форму конверта, в котором лежит то или иное письмо. Но через несколько лет ты будешь узнавать их, даже не заглядывая в конверт. Ты превратишься в иллюзиониста, который угадывает содержание, не раскрывая конверта. А когда совсем загрустишь, и бумага, на которой напечатаны мои письма, и затрется почти до дыр, то гениальная идея придет к тебе в голову. Ты сможешь переписывать мои письма от руки. Пусть это давно забытое умение, но ты сможешь занять долгие часы, переписывая стихи и письма от руки. Так ты будешь чувствовать слияние со мной и нашу совместность. А когда все выучишь наизусть и вдруг наскучат тебе, то просто сожги мои письма и стихи и развей по ветру. А клетки? В клетки посели настоящих птиц, чтобы они своим щебетом и трелями напоминали тебе о прошедшей жизни. Название стихотворения позаимствованного Надя де Лалант.